Это Слава Рубинович, он финансистом, аналитиком и он знаменит на скайп-звязку, насколько мы видим. Здравствуйте, господин Рубинович, соболезнования в первую очередь. Во-вторых, вот те сценарии, которые мы рассматривали в этой студии, как вы думаете, по какому пути дальше будет раскачиваться это убийство? То есть какой из сценариев, из версий, которые сейчас озвучиваются, будет надан приоритет? Здравствуйте, спасибо за соболезнования. Я не слышал, к сожалению, все версии, которые вы обсуждали в вашей программе. Я так подозреваю, что вы говорили о американском следе, о чеченском следе, с различными причинами. Вот этого как раз не упоминалось. Западные, мы как раз еще не успели оценить западные направления. Говорили как раз о других вариантах, о том, что это возможно окружение, возможно очередная атака на Украину, поскольку ищут украинский след. Возможно, наоборот, уйдет все в бытовую сферу, поскольку надо как-то гасить, потому что, возможно, неожиданная была такая атака. Ну вот, запад вы добавили, скажем так. И все-таки, какой приоритет будет выбран? Ну, пока работает излучатель Эрнста, это геббельсовская машина пропаганды. Мы не должны исключать любого хода развития событий и любого рода сказочной пропаганды, включая, конечно, западный след, который означает то, что пытаются дискредитировать такого ангела Путина при помощи вот такого убийства, где вроде как все эмоциональные следы ведут к нему, а на самом деле это совершенно не так, и это сделали спецслужбы Запада, или же Кадыров слишком сильно стал опасен для Кремля по какой-то причине. И тогда это сделали какие-то люди Кадырова и так далее. Но все это абсолютная чушь. Перед нами реальный политический террор. Если вы отмотаете всю историю постсоветской России, и в том числе, в частности, 15-й или 16-й год правления Путина, вы увидите, что погибают только оппоненты Путина. Это невозможно с точки зрения теории вероятности, с точки зрения обыкновенной математики. Это политический террор. И неважно с точки зрения принципиальности, кто заказал и кто убил. Их, конечно, исполнителей и заказчиков необходимо найти. Но с точки зрения принципа действия, у нас есть гарант Конституции Путин, который узурпировал власть в России неконституционным переворотом. И фактически водрузил себя в бессменное правление в Кремле. Являясь гарантом Конституции, поклявшись, приняв присягу народу согласно Конституции с тем текстом присяги, который есть, он этот текст читал три раза, а де-факто и четвертый, он нарушает Конституцию до такой степени, что можно сказать, что у нас Конституция... Конституция...